МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абазатовое время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Археолог по профессии, по признанию и по любви. В памяти академика Олега Бгарфа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины, правящие элитой Абхазского государства. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла защита докторской диссертации Налы Касландзе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений Кривцов прямиком из Башкирии. Проект «Жизнь своих» возвращается в эфир Абазатова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с официальной хроники. Президент Аслам Жаня провел выездное совещание с активом Гулрыбского района. С отчетом о социально-экономической и хозяйственной деятельности администрации района за первое полугодие 2024-го выступили руководители профильных ведомств. Экономическое развитие района носит поступательный характер, но должно быть, конечно, лучше и больше, сказал президент, заслужив отчеты руководителей отраслевых ведомств. Он заострил внимание на необходимости улучшения собираемости за потребленную электроэнергию. Отметив положительную динамику в развитии туристической отрасли, президент сказал, что есть жалобы со стороны ательеров, владельцев гостевых домов, насчет большого количества контрольных мероприятий. Я хотел бы вас попросить эти мероприятия проводить перед туристическим сезоном или после него. Они должны проводиться в разумных пределах, а не носить чрезмерный характер. К этим людям надо относиться аккуратно, не создавать им лишних проблем, сказал глава государства. Он подчеркнул важность соблюдения законности при обеспечении контрольных мер в интересах граждан и государства. Президент положительно оценил работу правоохранительных органов в Гулрыбском районе. При этом он призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций. Внешняя политика. Шаблонные фразы о якобы территориальной целостности Грузии, повторяемые с завидной периодичностью, демонстрируют полное отсутствие объективного восприятия ситуации в Закавказье у отдельных представителей международного сообщества. Так, в МИД Абхазии прокомментировали заявление заместителя постоянного представителя Мальты при ООН Франческе Гатт, заявившей, что Абхазия и Южная Осетия являются, цитата, «неотъемлемой частью Грузии» и призвавшей Россию отменить признание этих республик. МИД Абхазии напоминает, что Республика Абхазия – это суверенное государство, государственность которого насчитывает многие века. Печальная весть. На 1984 году ушел из жизни доктор исторических наук, академик Академии наук Абхазии, кавалер ордена акцевшей второй степени Олег Бгашба. Ему было 83. Олег Бгашба – археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу. Более 25 лет преподавал в Абхазском госуниверситете. За значительный вклад в развитие абхазской науки указом президента в 2011 году Олегу Бгашба присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазии». Он внес большой вклад в изучение истории древней, античной и раннесредневековой Абхазии. По мнению коллег, одним из наиболее значимых достижений Бгашба был спектральный анализ и многолетнее изучение найденных при раскопках мечей из дамасской стали. Он сумел доказать, что абхазские воины не просто пользовались таким оружием, но и что сама сталь производилась в Абхазии. Ушел из жизни видный абхазский ученый Олег Бгашба, автор нескольких учебников по истории Абхазии, автор 15 монографий, учебников для школ и вовсе. И еще более чем 150 научных работ. Но все, кто его знал, рассказывают об Олеге Бгашба в первую очередь не как об ученом, а как о хорошем друге, модном сухумском парне, интеллектуале, который мог похвастаться не только археологическими находками, но большими дружескими связями. Слово Марьяне Котовой. Олег Бгашба археолог по профессии, по признанию, по любви. Ушел из жизни в день археолога, 15 августа. Он был не из тех, кто замыкается на предмете исследования. Наука, которой он занимался, требовала копаться в осколках погибших цивилизаций, погребенных слоями праха. Но Олег Бгашба умудрялся оживлять и актуализировать даже предметы с тысячелетней историей. В Цибельде вдруг раскопали такой стеклянный кубок, очень красивый кубок из стекла, сохранившийся где-то, ну где-то пятый век, наверное, стекло, понимаете. Но у нас там приехали ребята и было вино. Ну приезжали из Сухума, привезли вино. И Олег говорит, ну зачем сосуд пропадает? Олег говорит, ну любил вообще-то вино выпить и так далее. И в общем в этот кубок наливали все, в общем с этого кубка выпили вино. Потом приехал Евтушенко поэт. Ему это так понравился, это там, говорят, потом начали приезжать, другая интеллигенция, но уже вина не было. Я говорю, здесь все могут спиться, надо работать. Ну Юра фактически он-то депил. Профессию археолога Олег Бгажба выбрал в подростковом возрасте. Как сам однажды рассказывал, он посетил раскопки на Сухумской набережной и решил, что хочет заниматься именно этим. Я помню, когда мне было примерно 13 или 14 лет, вот эта вся набережная от Сухумской крепости до Пингвина, как у нас принято называть, да, вся набережная была раскопана. Это было интересное зрелище. Я запомнил на всю жизнь, и тогда это Трапш здесь вел раскопки, вот, и здесь прослеживались и улицы, и тут и церковь была раскопана, и гончарная печь. В общем, может, после этого я и стал заниматься археологией. Его ровесники помнят высоким интеллигентным городским парнем, интеллектуалом и модником, и по-своему немного завидовали этим его качеством. Он увлекался спортом. Он был городским парнем. А мы были сельскими. И его тяготело к сельским ребятам. А нас тяготело к городским ребятам. Сейчас все смешалось, но тогда они отличались друг от друга. Да, это связывало. И, кроме того, естественно, нам помогало и бандировало очень сильно пьянило его образованность. То воспитание, которое он в городе получил. Ну, он, Палик был от Бога археологом, на самом деле. Такой сухомский парень, который мог о джазе, о поэзии, о литературе. Вообще очень интересный человек. Все он знал, все знали его. Настоящий был такой, в общем, городской парень. И как-то он встретил итальянскую группу здесь на берегу. И вдруг начал по-итальянски какими-то фразами сыпать из какого-то произведения. Они, конечно, были в шоке, когда это все услышали. Но всегда очень стильно так одевался. В 90-е годы Олег Бгашба защитил докторскую диссертацию в Российской Академии Наук. Ученый, писавший рецензию к его работе, стал его большим другом. С Олегом Хухутовичем мы сначала познакомились заочно. Он в докторанторе учился в Москве. Он стажировался, он занимался металлографией, так сказать, абхазского железа. И стажировался в лаборатории Колчина, в лаборатории металлографии Института археологии РАН. Тогда это еще Советская Академия Наук, Академия Наук Абхазии. И там же он подготовил свою докторскую диссертацию. И в наш музей пришла работа докторская на отзыв. И вот я тогда был одним, нас было двое, мы одним из составителей этого отзыва, который именно древней частью занимался. И, так сказать, с армадским временем там мой коллега Сергей Кожухов. Мы написали этот отзыв, Олег Кухутович благополучно защитил докторскую диссертацию в Москве. И, в общем, он всегда подчеркивал, что он доктор наук РАН. По археологии это самый главный диссертационный совет был Советского Союза и, соответственно, России тоже. А в 2001 году я был приглашен на 75-летие Абхазского института. И ко мне вот подходит такой вот этот самый, такой лысоватый в очках человек и говорит, вы Эрлих, да, спасибо вам, вы написали хороший отзыв на мою диссертацию, хочу с вами познакомиться. На основе разработанной модели комплексного подхода, то есть сопоставив факты археологии, истории, металлографии, этнологии, фольклора и лингвистики, Багажба пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии, железа и путей его проникновения из Малой Азии в Европу, через Причерноморье, Закавказье, Северный Кавказ, Поволжье и Средиземноморье. Все свои научные изыскания Багажба оформлял в виде понятных, то есть популярных текстов. У него тут вышел целый блок монографии, посвященный древнему железу, по следам кузница Айнара, такая полупопулярная работа, но в общем тоже, так сказать, сейчас это библиографическая редкость в Абхазии. Вместе с Владимиром Эрлихом Олег Багажба работал над архивами Юрия Воронова, с которым они с Багажба были большими друзьями. Как рассказывают близкие Олега Хухутовича, он умел дружить. С друзьями его связывает множество забавных историй и приключений. Он же видел плохо. Однажды были на раскопках, он там перебирал черепки, а место, где мы работали, это обычно обиталище этой кавказской гадюки Казнакова. Он перебирал, я увидел хвост к гадюке, я его оттолкнул, она как вылезла, а он черепки перебирал, вообще не видел. Потом говорит, что ты толкал, я говорю, посмотри, Алик, что ты делаешь? Потом как-то шли, а там такими слоями известняк, мы храм раскапывали, герзиульский храм. И идем так, я говорю, вот посмотри, где дети. Он говорит, какие дети. И смотри, прямо туда, а там прямо голубые яйца, змеиные, понимаете, отложены были. Он тогда, а ухо столько вспоминал, ты меня спас, говорит. Для Абхазии Олег Бгажба был выдающимся ученым, проливший свет на множество белых пятен в древней истории Кавказа. Равных ему пока нет. Мы потеряли великого ученого, археолога, наставника. Это один из тех, кто в абхазской науке археологической, который сделал очень много открытия. Мы потеряли автора учебника «История Абхазии». Мы потеряли ученого, которого за пределами Абхазии знали и считались. Он создал большую школу историческую, археологическую. Равного ученого, наверное, не только в Абхазии, но и на Кавказе нет. Для науки уход Олега Бгажба – большая потеря. Между тем, он, как ученый, оставил не только множество трудов, но воспитал талантливое поколение молодых археологов, которые, опираясь на его труды, смогут продолжать изучать неисчерпаемые на исторические артефакты недра Абхазии. Марьяна Котова, Сосрыква-Гухава, Абазатовая. В связи с кончиной доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Абхазии, археолога, историка Кавказоведа, заведующего отделом Истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Гули, председателя диссертационного совета по защите исторических дисциплин, председателя Государственной археологической комиссии Олега Хухухтовича Бгажба. Создана комиссия по организации похорон. Возглавляет комиссию первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джанзох Нанба. Церемония прощания с Олегом Бгажба состоится 18 августа по адресу город Сухум, улица Чочо, 38. Траурный митинг начнется в 14.00. Продолжаем выпуск. 16 августа в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла защита докторской диссертации Налы Касландзе, кандидата исторических наук на тему «Женщины, правящие элиты Абхазского государства». Подробности в репортаже Нестера Иннабшба. Траура женщины всегда занимала особое положение в культуре и истории абхазского народа. Ее образ, как наставницы средоточия духовных ценностей, прочно отпечатался как в истории, так и в эпосе народов Кавказа. Поэтому изучение роли женщин в истории, политике, их влиянии на заключение династических браков – важная часть изучения нашего наследия. А также научная диссертация Налы Касландзе, которая посвящена женщинам, правящей элиты, жившим в Абхазском царстве с 8 по 13 век нашей эры. Изучение истории средневековой абхазской государственности предполагает всесторонний анализ деятельности правящей элиты, в том числе и женской ее части. В этом направлении исследований особый интерес вызывает функции и полномочия представительниц царских династий Леонидов и абхазских багратидов. Круп проблем, связанных со статусом, государственной деятельностью, способностями и возможностями царственных женщин, имеет важное значение для общего анализа политической, социальной, культурной истории Абхазии в эпоху Средневековья. В рамках работы на конкретных примерах было изучено влияние венциносных особ на различные аспекты жизни государства, их потенциал к вмешательству в сферы власти. Изучение таких институтов средневекового государства, как династия, соправительство, регенство, невозможно без учета женского фактора. Женская часть правящих домов абхазского царства располагала весомым потенциалом, который находил реализацию в различных сферах, от брачной дипломатии до репрезентации образа власти. Возникла нам сущная необходимость оценить вклад представительниц высшей политической элиты в теорию и практику власти на конкретном историческом материале абхазского царства, а также ряда совредельных стран. В диссертации также были изучены последствия многих династических союзов, зачастую являвшихся рычагом влияния правителей абхазского царства на соседей, судьбы конкретных людей, причины их аскетизма и ухода от мира, и множество других аспектов. Одной из тем работы стал образ отступницы традиционных ценностей того времени. Что касается фактов неконвенционального поведения, то, наверное, самый яркий пример – это царица Руссуда. Потому что даже в таких источниках, как «Столетняя летописи» и анонимный грузинский хронограф XIV века, или же произведения восточных авторов, в частности, Ибб Ал-Асера, ей дается не вполне лестная характеристика. Ее называют коварной женщиной, свастолюбивой женщиной, властолюбивой женщиной, женщиной, которая способствовала тому, что ее племянник, брат, правда, бастард, но все-таки брат ее, сын ее старшего брата, был отстранен от престола. И еще, кстати, могу привести примеры из Киракоса Ганзакецы, который именует ее даже свастолюбивой Шамиран. Как отмечается искатель, зачастую женский образ в исторических источниках намеренно демонизировался, чтобы оттенить прегрешения других личностей. По результатам проведенной защиты, на Алекосуанзе была присвоена ученая степень доктора исторических наук. На площадке инфоцентра президента прошло очередное плановое заседание Совета молодых ученых. Встреча началась минутой молчания в памяти о павших в Отечественной войне народа Абхазии. В ходе заседания были рассмотрены такие вопросы, как проект межправительственного соглашения в области науки, предоставление грантов президента молодым ученым, стипендиальное обеспечение аспирантов, а также внесение поправок в положение СМУ. В рамках заседания также было проведено голосование, в ходе которого большинством была проявлена солидарность. В результате заседания произошел обстоятельный обмен мнениями, были подведены итоги, проделанные Советом работы и намечены дальнейшие планы. Точную копию сухумской колоннады откроют в Уфе 31 августа, в день празднования 450-летия столицы Башкортостана. Колоннада на набережной реки Белой будет символизировать дружбу народов Башкортостана и Абхазии. Высота объекта около 12 метров, длина до 30. Первый камень в основании будущей колоннады заложили в октябре 2023-го, во время визита президента Аслана Бжани в Уфу. В новый выпуск программы «Жизнь своих» о том, как живут, работают и развлекаются в Башкирии, одной из самых цветущих и самобытных республик России. Ведущий Евгений Кривцов прогуляется по культурным и креативным местам Уфы, узнает, что такое козлык и с чем его едят, послушает, как звучит тысячелетнее эхо Аскенской пещеры, поможет продать семью шмелей и ударит в грязь лицом и прочими частями тела. На стыке Европы и Азии, горы, степей, раскинулся цветущий райский сад. Мы в Башкирии, друзья. Башкир несколько стрел вот так брал в рот, понимаете, в бою. Еще 34 между пальцами, вот так он и стрелял. Это, конечно, пулемет. Это те самые реликтовые льды. Они здесь образовались, когда по земле еще мамонты бродили. Это мой эхо. 25 тысяч лет. Какие болезни лечит данная ванна? Начиная с кожных заболеваний, опорно-двигательной, нервной системы. Фух! Жизнь своих. Премьера. Программа «Жизнь своих» прямиком из Башкирии в эфире Абаза ТВ в эту субботу, 17 августа в 19.30. 22-й музыкальный фестиваль Хибла Герзмава приглашает продолжается. В Абхазском драмтеатре концерт где-то далеко в памяти моей. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполняет песни 1940-1970-х годов под аккомпанемент известного российского пианиста, джазового импровизатора и певца Олега Акуратова. А в воскресенье, 18 августа, прямой эфир Абаза ТВ из Бедийского собора. Здесь пройдет выступление Хибла Герзмава и академического большого хора мастера хорового пения к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия. В понедельник, 19 августа, на театральной площади Сухума выступят Хибла Герзмава, Игорь Бутман, саксофон и джаз-бенд под управлением Сергея Макеева. Начало в 20.00. Вход свободный. Состоялись межведомственные тактические учения с участием подразделения СГБ Абхазии. Смотрите материал пресс-службы ведомства. 15 августа 2024 года на одном из полигонов Министерства обороны Республики Абхазия состоялись межведомственные двусторонние тактические учения со структурными подразделениями СГБ Республики Абхазия. По легенде учений батальон спецназа противника перешел в государственную границу Республики Абхазия для захвата стратегически важных участков местности с целью дальнейшего использования их для наступления главных сил противника. Для предотвращения замысла противника по приказу председателя СГБ Республики Абхазия все структурные подразделения были приведены в боевую готовность и переброшены по направлению сосредоточения сил противника. Были отработаны механизмы совместных действий оперативно-боевых подразделений СГБ Республики Абхазия и минометного расчета артиллерийской группы Министерства обороны Республики Абхазия. Учения проходили под личным контролем подполковника Кучуберия, который положительно оценил подготовку бойцов оперативных подразделений СГБ Республики Абхазия, а также отметил, что подобные учения способствуют совершенствованию уровня полевой выучки личного состава, их слаженности при выполнении поставленных задач. Информация о правоохранителе и отчетно-плановое совещание прошло в ЛУВДТ МВД Республики. Министр внутренних дел Роберт Киуд заслушал отчет начальника линейного управления внутренних дел на транспорте. Министр внутренних дел Роберт Киуд заслушал отчет начальника линейного управления внутренних дел на транспорте. Как доложил Рауль Хагуш, за 7 месяцев текущего года в статистическую отчетность внесено 19 преступлений общей уголовной направленности, 5 из которых были совершены группой лиц, одно преступление, совершенное ранее судимым, а также 6 преступлений экономического характера. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается спад совершения преступлений общей уголовной направленности на 5 единиц, тяжких преступлений на 5 единиц, однако отмечен рост экономических преступлений на 5 единиц. Расследование уголовных дел осуществляется следственной группой ЛУВДТ за исключением экономических преступлений. Их расследованием занимается транспортная прокуратура. В результате проводимых профилактических мероприятий на обслуживаемой территории для установления личности сотрудниками уголовного розыска было доставлено 110 граждан. Из них по подозрению в употреблении наркотических средств в наркодиспансере свидетельствовано 57 человек. Кроме того, за отчетный период зафиксировано 5 происшествий, по которым проведены доследственные проверки и принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием составов преступлений. В Республику Абхазия на железнодорожном транспорте поезд Москва-Сухом прибыло 52 588 пассажиров. На поезде Санкт-Петербург-Сухом 20 843 пассажира. Общее количество прибывших 73 431 человек. Министр внутренних дел Роберт Кют подчеркнул важность деятельности линейного управления и поручил усилить работу в сфере взаимодействия с прибывающими на отдых гражданами. Методы принудительного взыскания штрафов за нарушение ПДД обсудили представители управления ГАИ МВД и Минюста Абхазии. Кроме того, сотрудники УГАИ продолжают рейдовые мероприятия в отношении нарушителей ПДД и любителей выпить за рулем. Смотрите материалы пресс-службы МВД. В Министерстве юстиции Республики Абхазия состоялась встреча с руководством управления госавтоинспекцией МВД Республики Абхазия. Во встрече приняли участие заместитель министра юстиции Республики Абхазия Руслан Лагвилава и в РИО начальника УГАИ МВД Республики Абхазия Дами Авицба, а также иные компетентные лица указанных ведомств. Руслан Вячеславович, в первую очередь хочу поблагодарить вас за организацию рабочих встреч и возможность обсуждения текущих вопросов нашей совместной работы. Немаловажно отметить, что от уровня нашего взаимодействия зависит качество работы в сфере административной практики. Вы правильно подчеркнули, главная задача для госавтоинспекции на сегодняшний день снизить аварийность на наших дорогах. Как вам известно, ситуация остается очень сложной. Со дня моего назначения мы внесли ряд изменений кадрового вопроса, метод работы. Мы решили, что качество работы изменится с изменением и введением патрулирования республиканской нашей трассы. Помимо патрулирования, качество нашей работы, как вы правильно отметили, по административной практике, передачи наших данных, наших документов в качестве взыскания людей, которые имеют данные нарушения. В первую очередь рад приветствовать вас, уважаемые коллеги. Цель нашего совещания сегодня, да, инициатива была с нашей стороны. Цель нашего совещания выработка более слаженного взаимодействия между нашими структурами, да, государством, между, а именно непосредственно между возглавляемым вами управлением госавтоинспекцией и структурным подразделением Минюста, это службой судебных исполнителей Министерства юстиции, да. В ходе встречи стороны обсудили практические шаги, направленные на активизацию межведомственного взаимодействия в части принудительного взыскания административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В Рио начальника УГАИ Дамии Авицба заявил, что вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, требуют новых подходов по всем направлениям деятельности. Именно в этой связи совместная слаженная работа УГАИ и всех других государственных органов в части своей компетенции будет способствовать повышению культуры вождения, сохранению жизни и здоровья наших граждан. Лицо, совершившее административное правонарушение в области дорожного движения, должно понести неотвратимое наказание за свой проступок. Именно такой подход является важным условием снижения уровня указанных правонарушений и, как следствие, влечет за собой снижение уровня ДТП в стране, отметил заместитель министра юстиции Руслан Лагвилава. В ходе совещания сторонами был выработ механизм более эффективного взаимодействия в части выявления граждан, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД. Особое внимание было акцентировано на выявление и принудительное взыскание штрафов с граждан, привлеченных к административной ответственности за вождение автомобилей в алкогольном или наркотическом опьянении, а также граждан, привлеченных к ответственности за превышение скоростного режима. Служба судоисполнителей Минюста Абхазии в целях оказания содействия в части обеспечения безопасности дорожного движения, а также эффективной реализации своих полномочий, намерена активно реализовывать механизм принудительного ограничения пользования специальным правом. Право управления транспортным средством в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов в порядке части 1 ст. 69 Прим. 1 Закона Республики Абхазия об исполнительном производстве. Кроме того, сотрудниками службы судоисполнителей Минюста совместно с УГАИ МВД у данной категории граждан в качестве принудительной меры исполнения будут изыматься принадлежащие им автотранспортные средства. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Бахья Вахтанг Владимирович, 1975 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Дуган Аглы Тенгист Джамалович, 1983 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Милясанов Бамбур Сергеевич, 1974 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Богателия Сосрыква Леонидович, 1996 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Игнатенко Данил Сергеевич, 1982 года рождения, житель Краснодарского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Салакая Ардашил Варламович, 1957 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Анохин Сергей Андреевич, 1986 года рождения, житель Амурской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Половьянов Руслан Петрович, 1992 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Меланиди Никас Александрович, 1997 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ивин Игорь Александрович, 1984 года рождения, житель города Санкт-Петербург, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Федоров Максим Борисович, 1982 года рождения, житель республики Чувашия, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Копикян Арутюн Сергеевич 1965 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Асланян Андрей Аванесович 2006 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хаджимба Алхаз Леонидович 1978 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Хал Муратов Ислам Алтубаевич 1987 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Российские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Житель Челябинска перегнал по процедуре временного ввоза Lexus GS350 и кроссовер BMW X5, не уплатив налоги и пошлины на 5 миллионов рублей. Еще один житель Челябинска по этой же схеме перевез через границу машину премиум-класса Nissan Fuga, сэкономив 2 миллиона рублей. В таком же правонарушении подозревается гражданин Киргизии. Он завез из Абхазии Lexus GX470, не заплатив 2,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Международная летняя школа «Учитель года» будет проходить в Пицунде с 15 по 20 августа. Она позволит учителям из Гагрского района познакомиться с российскими коллегами и новыми методиками преподавания. В проекте принимают участие более 80 учителей Гагрского района. Школа проходит по четырем направлениям – дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа, физическая культура. Мероприятие проводится во время летних и зимних школьных каникул. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом учителей и лауреатов конкурсов «Учитель года» различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. Ярмарка под названием «Объединяя сельское хозяйство и туризм» пройдет на территории, прилегающей к храму Симона Канонита. В Новом Афоне в субботу 24 августа сообщает проектный офис ФАО ООН. В ярмарке примут участие фермеры, которые успешно прошли тренинги ФАО, приобрели новые знания и навыки и теперь продолжают их развивать. Они представят местную натуральную продукцию, также посетители увидят демонстрационные стенды, посвященные современным практикам ведения сельского хозяйства. Специально для гостей ярмарки «Агрономы ФАО» проведут открытый мастер-класс по выращиванию здоровых саженцев и расскажут о текущих угрозах в сельскохозяйственном секторе в Абхазии. Сейчас о погоде. В выходные дни 17 и 18 августа в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды слабо и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!